Свою историю Бранск-Сельмаш отличил с 2003 года. Хоть по-соправному буйным машинобудовничным предприемством он стал в 2013-м, когда тут начали выраблять сборжа уборочные комбайны. За основу взяли сельскохосподаршую технику Гомсельмаша. С початку российские машины навык и назывались белорусские аналоги. Полесьем, али потом россияне дадали еще одно слово. Десна Полесья, теперь это бренд Бранской области с белорусскими коронями. Белорусскому хорошему слову Полесья, именно то название, которое бы ассоциировало наш комбайн с Брянской землей, с Брянском. Ну вот пришли к такому мнению, что Десна это будет наиболее такое для всех понятное, знакомое название. Соправданство гомельских и брянских машинобудовников оказалось и коррестным для обо двух боков. Под час пресс-конференции генеральный директор Валерий Сулеев, Агучева и Личба, сегодня потребность аграрного сектора России у сельскохоподачной технице складаема 200 тысяч машин. Летость Галина отримала только для 5 тысяч комбайнов, а там у рынка еще далек от насыщения. У планных Бранск сельмаши 50% зерне- и кормоуборчных комбайнов, которые прозвучат на российских палетках. Зараз, гады покажа, камаль у двоя меньше. Сегодня Бранк Сельмаш находится в процессе модернизации. Размова, перш за все, об выпуске участки продукции на местовых площадках. Переход на российское комплектующее тумажется некакими причинами. По-перше, такая техника для российских аграрных заявляет собой штанной, а тому конкурентно с дольной. До того же, это позволяет больше оперативно вырешать возникающие проблемы. Надо сказать еще о том, что мы проводим испытания наших машинах в различных природно-климатических условиях. И от разных регионов мы стараемся адаптировать машину. Понятно, что условия уборки сегодня разные. На юге это одни условия. То есть, в течение 10 дней практически убирают весь урожай. А в Сибири, на Дальнем Востоке, сроки уборки затягиваются на месяц. Не глядячи на то, что зараз у Бранску створена сучасная вытворчость зерни и корма уборочных комбайнов, сопрацовничество с гамильчанами не спиняется. Урещи, Гом Сельмаш – засновальник Бранска Сельмаша, який и зараз уж чем вызначает стратегию его развития. Все конструкторские технологические разработки производятся в научно-техническом центре комбайна строения завода Гом Сельмаш. Мы вносим свою лепту, но все-таки надо здесь отметить, что завод Гом Сельмаш здесь является локомотивом. И мы продолжаем сотрудничество именно в научно-технической сфере и в технологической. Зараз на Бранск Сельмаше працуют 320 человек, а мальполозы, яких приняты в минулом годе. Причем это не просто занятость, а ли и эффективное выкористание местового операционного потенциалу. И это еще один станучий выник в операционнице белорусских и российских машинобудовников. Количество рабочих мест создается больше. Все значит в свою очередь и политика губернатора, и наша политика. Мы в тех случаях, что от нас зависит, мы стараемся именно помогать предприятию. Олег Сентяров, Валерий Габанько, Толярадо, компания «Гомель» с Бранском.